Решаем задачу след кода. Данное число, надо просуммировать все его цифры, а потом в результате еще раз просуммировать цифры и так итеративно, пока не останется одна только цифра, ее и вернуть. Так, здесь пример. 38 просуммировали, получили 11, просуммировали, получили 2, это и есть ответ. Если дается число с одной цифрой, это и есть ответ. Так, пишем метод publicStaticIntAtTigget, передается число new. Здесь проглядывает рекурсивный характер решения, то есть надо просуммировать цифры числа new, потом передать это число этому же методу. Значит, тут будет рекурсия, а потом в конце, точнее тут будет сумма, а потом в конце вызываем AddDiggets для суммы. Сумму надо вычислить, начали 0, потом надо вычислить и в рекурсивном методе должен быть предусмотрен выход. Вот он здесь будет. Если new меньше 10, то его возвращаем. Сейчас надо вычислить сумму. Делаем это стандартным методом. Значит, пока new больше 0, мы что делаем? К сумме прибавляем остаток отделения new на 10. И new равно new делить на 10. Тут можно компактифицировать. New постепенно сгорает, пока не станет равен нулю. Потом мы выводимся из этого цикла while. Пойдем на второй круг. Так, пишем тест. AddDiggets для нуля assertZ. Так, нам надо assertJ с красивыми матчерами. Тут 0. Потом если подаем 5, подаем число, ожидающее сумму один раз. Получается 6 и из условия, пример, получается там 2. Проверяем. 38, 2. Так, тут допишем тест, чтобы применить статический импорт. Применяем статический импорт. Запускаем тест. Так. Работает. Это был первый метод решения. Сейчас попробуем решить по-другому. Так, пока 0. Another way. Как будем решить по-другому? Вот есть такая статья. Digital root, так называемый. Смотрим определение. Digital root или повторная цифровая сумма числа с заданным радиксом. Радикс это основание системы числения. Это single digit, то есть одна цифра, полученная в результате итеративного процесса суммирования цифр числа. А это как раз то, что мы делали. И на каждой итерации используется результат предыдущей итерации для подсчета суммы. Вот тут есть. Если покрутить вот формула, используя которую мы можем сейчас написать альтернативный метод решения. Значит, тут будет usingDigitalSum. Так. А, digital root. Digital root. Цифровой корень числа. Значит, ответы могут быть 0, если 0. n делить на остаток отделения b минус 1. b это основание системы числения. У нас здесь итеричное. Значит, тут будет 10 минус 1 будет 9. И в определенном случае надо вернуть просто b минус 1, то есть 9. Значит, пишем тогда. Если n равно 0, то возвращаем 0. А потом поделим неом. Возьмем остаток отделения на 9. Это будет reminder. Так. var. И его вернем. Здесь еще кое-что. Пока это не напишем, а пойдем сходим в тесты. Так. И напишем тест для этого второго способа решения. Add digits. Так. Так. Проверяем. Тесты работают, но мы помним в той статье про вот этот случай, когда надо возвращать b минус 1, то есть 9. А это в том случае, когда этот остаток отделения это остаток отделения и равен 9, по-моему. Так. Сейчас проверим. Это тестом. Тестом проверим. Так. Когда подъем на вход 9, должны получить 9 на выходе. Да. Наш тест возвращает 0. Поэтому здесь дополнительный будет if есть теперь reminder run 9 вернуть 9 А, нет. Если reminder равен 0, да. Если reminder равен 0, тогда 9. Так. Идем в тесты. Ну все. Все хорошо. Также добавим этот кейс сюда для консистентности. Все. Так. Все. Считаем это решением. И да. В принципе, здесь тут некоторые выпендриваются и пытаются написать это все в виде ванлайнера. В принципе, да. Это можно сделать в виде ванлайнера, используя несколько вложенных тернарных операторов. Но читаемость понизится, поэтому этого делать мы не будем сознательно. На этом все. ПОДПИСМЕНТЫ СИГНАЛИСМЕНТЫ Продолжение следует...